Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, накануне начала Святого Великого Поста, называется Прощенным Воскресением. Но кроме этого названия, у сегодняшнего воскресного дня есть еще одно название «Воспоминание Адамова изгнания из рая». И мы помыслами своими простираемся к тому началу, к истоку жизни человека на земле. Когда по любви Божией, призванной к жизни, первый человек Адам приступил заповедь Господню в раю, и вместо слов благодарности, любви, доверия, он приступил заповедь Господню. И не найдя этих добрых слов в своей душе, как не нашел и одного всего лишь слова, на любящий глаз Господень Адаме, где еси? Не нашел слова, Господи, прости, я согрешил пред тобою. Адам не нашел этого слова. И, соответственно, грех, который он уже приобрел через непослушание, самомнение, через гордыню, еще и сугубилось через нераскаянность и через самооправдание. Святые отцы говорят, что самооправдание – это тягчайший грех, потому что самооправдание не дает человеку покаяться. И вот когда-то наш прародитель не нашел этого оживительного слова, слова «прости». Мы же, ища Бога, желая быть с Ним и вовек не разлучаться, каждый из нас сегодня произносит это слово, прежде всего по отношению к Богу, любящего нас, который любовь свою доказал распятием своим, принеся себя в жертву за грехи всего мира. Мы сегодня слова «прости» говорим и по отношению к своей совести, которую неоднократно попирали, совершая грех и приступая добродетель. Мы сегодня и друг у друга просим прощения. Ведь впоследствии Адам, осознавши, что он натворил, что он, заразивши свою душу грехом, обрек на страдании жизни во грехе и грядущее поколение, потому что от нечистого источника не может течь чистой воды. Сегодня бы Адам у каждого из нас просил прощения за то, что он тогда не нашел это слово перед Богом. Но мы потомки Адамовы. И мы, осознавши неправду в жизни своей через опыт греха, страстей, страсть – это от слова «страдание». Мы говорим «страсти Христовы». Страдание Христовы – это церковно-славянское слово, которое символизирует состояние души человека, находящегося в нераскаянном грехе. Это страдание, это мука. И никаким самооправданием оно не заглушится. И только взысканием Бога. Ведь недаром сегодня стихи Ра-1 на «Господь возвах» пелось с воспоминанием о блудном сыне, который вернулся к своему отцу. Так и мы, братья и сестры, сегодня по слову стиха великого Прокимна, который говорился сегодня нашими деканами «Взыщите Бога, и жива будет душа ваша». Мы сегодня пришли взыскать Бога, чтобы покаянием своим показать, что мы хочем быть с Ним в вечности. Мы говорим это слово «прости» Богу по любви к Нему. Потому что и послушание, будь то в монастыре, будь то в семье, будь то в церкви, будь то по отношению к Богу, оно проявляется не от дисциплины, а от любви. Ведь недаром же Господь сказал «Любящий Меня заповеди Моя соблюдит». И вот мы сегодня стоим на пороге Великого Поста. Даже можно сказать от нашего шага вперед зависит даже не то, как мы пост проведем, а от сегодняшнего искреннего нашего раскаяния и покаяния зависит, куда мы сделаем этот шаг. Навстречу Богу в рай. Или попятимся назад, самооправдываясь и не желая повергнуться в прах с самоосуждением идущему к нам навстречу с открытыми объятиями Богу. Сегодня прощенное воскресенье. Святые Отцы говорят, что в сегодняшний день Господь дает особую благодать прощать других и быть прощенным. Мы в сегодняшний день начинаем то, с чего не начал восстановление своих добрых отношений с Богом Адам. Мы сегодня исправляем ошибку Адамову. Каждый из нас, как его потомок. Каждый лично. Мы не Адама обвиняем сегодня. Мы начинаем исправлять сегодня каждый сам себя. И через это приносим радость Адаму, право Отцу нашему. Радость Еве, праматери нашей. Что мы в сегодняшний день пришли к осознанию собственной неисправленности, собственной греховности. Мы пришли сегодня с желанием исправить это, с желанием быть Божьими. Впереди за этим словом прости будет идти подвиг Великого Поста и исповедей наших, и причастия, и молитвы со слезами, и колено преклонений, и воздержания не только от пищи, но и от мыслей, от слов, от дел, которые не угодны Богу. В сегодняшний день мы просим прощения, если мы даже и не знаем друг друга. Скажут, ну как же просить прощения у человека, если я даже не знаю, его ни разу в жизни не встречался, и не он по отношению ко мне, ни я по отношению к нему, вроде и слова плохого не сказали, и никакого поступка не сделали. Мы виноваты, братья и сестры, друг перед другом, каждой своей греховностью. Грешу, если я, то значит, я виноват в бедствиях, которые происходят в мире. Потому что грех есть зло-смородная приманка для врага рода человеческого, которая выманивает бесов из ада и дает им власть творить зло в мире. И вот осознавая свои грехи, мы понимаем, что мы явились виноватыми в бедствиях, в болезнях, в чьих-то трагедиях, во всем то, что творится в этом мире, как последствия нашей греховности. Мы пришли, чтобы исцелить грех, как болезнь. Мы пришли уничтожить его своим покаянием. Мы пришли омыть свои сердца слезами. мы пришли, чтобы все то темное, черное, смрадное выдохнуть из души своей сокрушенным вздохом, как вздыхал тот мытарь в храме Иерусалимском. Мы в сегодняшний день братья и сестры и друг на друга смотрим как на родных. А ведь мы есть родные. Мы от одного корня и произошли. Мы братья и сестры от Адама и Евы, но мы братья и сестры и по духу во Христе. мы сегодня пришли в храмы Божии, чтобы преклониться пред Богом. Со словом прости нас милосердный Господи. Мы пришли от Него получить прощение, но мы пришли получить прощение друг от друга. И это очень важно, потому что как говорят святые отцы, кому будет легко на страшном суде? Святые отцы отвечают, легко на страшном суде будет тому, кто умел прощать. И сегодня каждый из нас от всего сердца пускай простит не только тех, кто будет у нас просить прощения. Сегодня, братья и сестры, мы должны простить весь мир. И перед всем миром сами и спросить у всего мира прощения. И этим положить доброе начало, начало подвигу, подвигу покаяния, подвигу общения молитвенного с Богом, подвигу воздержания, заневоздержания Адамова в раю. Дай Боже каждому из нас пройти подвиг Великого Поста. Дай Боже встретить каждому светлый праздник Пасхи в радости духовной, как человеку понесшему духовный подвиг. Но кто-то из нас возможно покинет этот земной мир, не дождавшись Пасхи Христовой. И как напоминание об этом, о том, что мы не знаем, когда момент настанет и Господь призовет нас к себе, может быть сегодня, может быть завтра. Ради этих людей, которые не дождутся светлого воскресения Христова и радостных пасхальных песнопений, первые песнопения, которые звучат на чине прощения, это пасхальные стихиры. Да воскреснет Бог и расточатся в рази его. И в сегодняшний день да воскреснет Бог в душах наших. С живым сердцем сегодняшний день, братья и сестры, каждый из нас, как грешник, и я в том числе, и спросим у друга прощения. И то слово, которое мы скажем, оно получит ответ. Ответ Бог тебя простит, и я прощаю. И это не просто будет ответ от человека. Говорить эти слова будут нам люди, но каждый раз за этим сказанным словом Бог простит, и я прощаю, будет стоять Господь и благословлять каждого, говоря, и я прощаю. И так хочется, братья и сестры, начать этот пост с искреннего покаяния перед всеми вами и услышать эти утешительные слова прощения, наполненные силою Божьей и действием Божьим в наших бессмертных душах, тремящихся к вечности. Аминь. Благословите меня, Отцы Святии, братья и сестры, елико согрешив в сей день и во вся дни жизни моей словом, делом, помышлением, и всеми моими чувствами. Благодать ее и щедротами своего человека любия Бог простит и помилует всех нас. Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры и в социальных сетях. Субтитры